Это сигнал. Они хотят слышать, они слушают, они формируют какую-то повестку, особенно европейцы. Европейцам война не нужна, их душит Америка. Но это тоже не беспредельно. Можно ведь ломать, крошить на колено и сломать. Поэтому европейцев очень много сюда приехали. Американцы все это видят, слышат, подслушивают и так далее. Это говорит о том, что они ищут варианты. И это хорошо. На самом деле сейчас мы переживаем довольно любопытный период. Примерно с подготовки Хельсинской конференции 1975 года выработалось несколько уровней деятельности на международной арене. Это высший уровень, это главы государств, это высокий уровень, то есть руководители ведомств дипломатические, это экспертный уровень. Сейчас степень противостояния так велика, что как бы не с руки западным политикам вступать в прямой контакт, допустим, с президентом Беларуси, может быть, или с президентом России. Но они понимают, что обстановка развивается не в их пользу. И поэтому они прощупывают Польшу на экспертном уровне. И это очень хороший знак. На полях этой конференции, хотя я не был на пленарном заседании, на секционном, просто совпало с выездной коллегией Министерства культуры, но я благодарен нашему Министерству иностранных дел, нам удалось провести переговоры с рядом экспертов. И когда мы слышали их оценку, причем это все были практически европейцы, западники, да, когда мы проводили с ними эти переговоры, все они пытались нащупывать некую формулу мира. И любопытная тенденция, которая проявляется не только в ходе этой конференции, но ведь мы имеем контакты и помимо вот этой площадки, и, кстати говоря, довольно много их за последние пару месяцев стало. Первое. Формула Зеленского это не серьезно, однозначно. Интересы Украины не ключевые, практически все пытаются сойтись на неком таком определении, что Россия не проиграет в этом противостоянии, ну а дальше открытое поле. Мы-то убеждены, что наше союзное государство одержит победу, ну и здесь мы как бы друг друга убеждаем, и идет такое, знаете, не противоборство, идет конкуренция аргументов. Наши аргументы на их аргументы, но то, что это мы делаем на дискуссионной площадке, это уже большое достижение. Обычно нам приводят в качестве такого примера негативного Польшу, что Польша никогда не сможет с Россией, с Беларусью нормально развивать отношения, потому что исторические стереотипы, исторические предубеждения, обиды слишком велики. Слушайте, но вот Венгрия, Венгрия, Российская империя по просьбе австрийского императора участвовала в подавлении Венгерской революции в 1849 году. Венгрия в двух мировых войнах выступала против сначала России, затем Советского Союза. И я хочу сказать, что венгерские оккупационные войска вели себя крайне жестоко. Все мы знаем то, что произошло в 1856 году, и, конечно, Запад хотел бы видеть Венгрию как один из таких антироссийских бастионов в этой части Европы, причем неприступных бастионов по типу Польши, а этого не произошло. И этого не произошло, потому что общественный запрос другой, но и есть политики, которые могут здраво оценивать обстановку, политики, я бы назвал, национального интереса или, как принято порой говорить, государственного резона. То есть они понимают, что есть вот эти интересы государства, нации. Таким политиком является Виктор Орбан, таким политиком является его министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сиерте. И вот эта последовательная линия, которую они проводят, как внутри страны, так и вовне, она встречает не только понимание, но и уважение. Более того, мы видим формирование некого такого, любопытно, блока, не блока, но некой цепи государств на территории как раз-таки бывшей Австро-Венгрии. Это Венгрия, сейчас Роберт Фитцу, это Словакия. Очень близка, очень близка к этому политическая обстановка в Австрии, в Словении, даже в Хорватии. Даже в Хорватии. Почему так происходит в этой части Европы? Почему именно там мы встречаем именно такую политику национальных интересов? Ну, потому что Европа не едина. Это миф. Вот этот паневропеизм, что вся Европа может быть подведена под одну гребенку единой некой цивилизационной установки, и это предопределяет единую позицию на внешней арене, это миф. Это фальшь. Ну, как сейчас говорят, фейк. Европы разные. Есть Западная Европа классическая. Это Франция, Германия, к тебе сейчас это к Центральной Европе относят, Бенилюкс. Где-то, может быть, близки к этому Испания, Италия, Северная Европа. Есть Восточная Европа разная. Прибалтика и Польша – это такой антироссийский. И антиевропейский, кстати, проамериканский фланг. Есть абсолютно здравая позиция. Не пророссийская, не пробелорусская. Именно здравая позиция. В Венгрии, Словакия. В Чехии очень сильные эти тенденции. Еще раз говорю, в Австрии, в многих других странах. Болгария. Есть Южная Европа, которая, как мне кажется, та же Италия, Испания, Португалия просто хотят отделиться Грецией от этого всего конфликта, от этой всей Украины. Это им не надо. Это вопреки всех их интересов. Волнуется совершенно другое. Это средиземноморская политика. И попытка все это согнать в некий единый лагерь, как экономически, так и военно-политически, в долгосрочной перспективе обречено на провалы. Мы видим, что этого не получается сделать сейчас. Нам говорят, что мы в Минске и в Москве пользуемся этим для раскола западного мира. Почему бы нет? Причем мы это делаем же не нарочито как-то. Мы же не навязываем эту линию. Мы пользуемся теми внешнеполитическими обстоятельствами, которые возникают. А мы видим устойчивую тенденцию. Те партии, те лидеры, которые сделали ставку на войну, на накачивание киевского режима оружием, на конфронтацию с Россией и Белоруссией, на санкционное давление. Эти лидеры проигрывают. Символом является абсолютно инфернальная фигура Бориса Джонсона. Человека, который повинен в украинской крови, в российской крови. Человек, который сорвал переговорный процесс и процесс перемирия в марте-апреле прошлого года. На нем эта кровь. Он разжигал этот конфликт накануне. Он виноват в том, что он не закончился весной прошлого года. Его вышвырнул британский народ. Даже британский народ, несмотря на все исторические стереотипы, всю пропаганду. Ему вынесен вотом недоверие. А плеуху, как, в общем, немножко в других фразах, но сказал наш президент, польский народ, даже польский народ, дал партии ПИС. Это вотом недоверие. Даже не столько те голоса, недостаточные для формирования правительства, которые они получили, сколько голосования по абсолютно надуманному референдуму. То, что избиратели даже отказывались брать бюллетени для голосования. Либералы в Словакии, которые проиграли выборы, рост авторитета, альтернативы для Германии, в Германии. Абсолютно непопулярная фигура шольцев. Все эти символы войны для Европы, избиратели их отбрасывают, но не хочет их видеть. Так же, как Запад постепенно отбрасывает и Зеленского. И поэтому, кто манипулирует ситуацией? Люди, которых никто не избирал. Урсула фон дер Ляйен, Жозе Боррель. Это люди, повисшие в воздухе. Люди без серьезного политического базиса. Это антидемократия. Демократия западная, основанная на принципе якобы народовласти, хотя бы формального выбора, выбора, который управляют люди, которых никто не выбирал. И безусловно, сюда же относится премьер Сунок британский, который стал премьер-министром Британии. Позорно. В результате политических манипуляций, а не воли народа. Ему никто не давал мандат на управление страной. Вот это все, оно выставляет западную демократию в ее подлинном свете. Манипуляции. И что любопытно, постепенно, не сразу, но это задача нынешнего поколения, жителей Европы, приходит понимание этого. А вместе с этим пониманием, осознание того факта, что им не нужна конфронтация на восточных границах. Вы видите, они мечутся, украинцы, и даже если американцы будут им помогать, это тоже, они уже намекают, небеспредельно. Умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил, как договариваться, не надо предварительного условия. Главное, команду дали, стоп, вот с нуля часов, стоп ночью. Никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливают. Остановились, и ведем переговоры. Переговоры о чем? О земле и о мире. Когда говорят, каким образом убедить Киев начать переговоры о мире, наверное, вопрос надо формулировать немножко иначе. Как убедить Соединенные Штаты начать переговоры о мире? В данном случае Зеленский не является субъектом международного права, он, скорее всего, объект. И он выполняет роль марионетки, которая играет для решения каких-то своих задач. Вопрос, когда Соединенные Штаты согласятся сесть за стол переговоров, очевидно, это будут прямые переговоры между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, потому что все-таки вот эта агрессия, она на самом деле это агрессия западного мира против Российской Федерации и против Беларуси, как союзница России, она направлена на то, чтобы снять Россию с географической карты мира. Ведь задача была не только и не столько нанести военное поражение, трудно предположить, что стратеги в Пентагоне не понимают несоизмеримости военной мощи двух государств, Украины и России. Даже если Украине будет помогать вся прогрессивная, как говорится, рать. Очевидно, что они надеялись, что война вызовет внутренние противоречия в Российской Федерации, раскол в элите. А в конце концов и распад этого государства, исчезновение его как такового с географической карты мира. Так как эта задача не решена и похоже, что не решаема, это понимают уже на Западе, думаю, что ждать осталось не очень долго. Как представляется мне и эксперты многие говорят, к началу следующего года, я думаю, будет все ясно. Будет все ясно и будут искать взаимные путей компромисса. Причем Российская Федерация будет занимать наивыгоднейшую позицию благодаря тому, что у ней в руках значительная часть территории, благодаря тому, что у ней мобилизованы значительные вооруженные силы и благодаря тому, что раскручен военно-промышленный комплекс. Причем так раскручен, что по некоторым видам военной продукции таких объемов производства не достигались во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной. Поэтому я полагаю, что залог все-таки будущих переговоров это дальнейшее ослабление военного потенциала Украины. И оно будет проходить чем быстрее, тем больше будет Соединенные Штаты увязывать свою политику с китайским вопросом, с тайваньским вопросом. Ясно, что они не рассчитывали так долго здесь воевать с Российской Федерацией. Но близится 2027 год, это год, на который Си Цзиньпин назначил дату готовности китайской армии, которая должна будет решать тайваньский вопрос. Американцы торопятся, они торопятся, они в свою очередь хотят подогнать, быть способны своей армии и сосредоточить свои силы и свои союзников в районе Тайвани. Поэтому у них на ногах эти оковы в виде украинского военного конфликта, который пожирает массу ресурсов, финансов и так далее и становится все более непопулярным, они будут стараться от него избавиться. И, как полагают многие нынешние события на Ближнем Востоке, это есть повод для Соединенных Штатов уйти из Украины, бросив ее, умирать на руки странам Западной Европы, которые, конечно, не смогут долго кормить это прожорливое дитя. Поэтому я думаю, что все-таки будет решаться все на полях специальной военной операции, это раз, будет решаться все за счет экономических реформ в Российской Федерации и, я полагаю, во многом и за счет экономической помощи белорусской экономики Российской Федерации, которая, по мнению многих экспертов, становится столь же значимой для Российской Федерации, как Урал для Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Молодцы поляки, вот я этого варианта не ожидал, они просто не стали в эту игру с этими описывавшимися писавцами играть. Это, ну, поляки, я вот хвалю народ Польши, молодцы, они утерли им нос и оппозицию к власти фактически привели, уже Польша будет не та. Пускай это не наши люди, там, в смысле, не настроены с нами разговаривать, это другие люди. И поляки показали, ребята, делайте так, как мы хотим, не будете делать и вас выкинем. Молодцы поляки. Хотел бы прокомментировать довольно любопытную реакцию враждебной пропаганды на белорусскую позицию отношений Польши. Там некоторые говорили, что мы рассчитываем, что партия Туска будет проводить более лояльную к нам позицию. Мы готовы даже идти на какие-то уступки. Во-первых, никаких уступок мы не идем и не шли и не пойдем. Во-вторых, если не будет ответных шагов безусловно или встречных шагов. Во-вторых, мы никаких иллюзий не питаем, об этом сказал президент. Это никакие не про белорусские партии. Но для нас очень важны те изменения, которые происходят у нашего большого западного соседа, у поляков. ПИС обманула своих избирателей. Они предлагали программу неоконсервативных изменений, практически никакие не реализованы. Даже то, что они попытались сделать ограничение или запрет абортов, судебная реформа, контрольные средства массовой информации, из этого реализовали только контрольные средства массовой информации, чем выпороли себя. Они настолько перегнули палку, они настолько пытались польское общество закошмарить этой чернушной абсолютной пропагандой, что польское общество отреагировало по-другому. Даже в те моменты ультраконсервативные, которые они стали проводить внутри общества, столкнувшись с противодействием Европы западные, они не выдержали испытаний, пошли на переговоры с Брусселем, идя на уступки. Они слабаки. Вот этот образ, знаете, упертых польских шляхтичей, для которых собственные интересы важнее всего, они попытались что-то сделать. Европа надавила, Европа припугнула санкциями, они пошли на попятки. Это не вызывает уважения. Мы видели, как на определенном этапе голоса стали переходить более консервативной, более правой конфедерации, независимости и свободы. В итоге отсюда вот и лето вся шла такая воинственная пропаганда, они праздновали день войска польского, как не праздновали никогда, они грозили Белоруссии, они говорили, что могут закрыть границу с Белоруссией. Все это было связано с выборами, они просто хотели консолидировать этот шовинистический электорат. Оказалось, что электорат сужается, правый лагерь скукожился, правый лагерь уже меньше 50% польское общество эмансипировалось и протесты 20-го года вызванные попыткой запрета абортов это показали протесты, которые сотни тысяч поляков вывели на улицы. Оказалось, что крупные города Польши не справящие партии, оказалось, что Польша расколота на западную и центральную Польшу, более либеральную и на восточную порчу. Это, кстати говоря, граница с Белоруссией, которая придерживается этих самых консервативных ценностей и в этом плане близка по внутренней политике к той линии идеологической, которая проводится в Республике Беларуси в Российской Федерации и это большие проблемы для польского общества. А еще экономика, а еще рекордные антицифры или антирекорды по экономике инфляция безработицы с 1993 года, то есть с момента шоковой терапии все это вместе плюс военная угроза, которая возникла, поставила избирателя перед выбором, что он обманут. Ну и конечно такие непоследовательные шаги, как тот же Волынский геноцид, Волынская резня. Именно право и справедливость когда-то критиковала либеральная правительство, что недостаточное внимание уделяет в отношениях с Украиной память о Волынской резне. Именно это правительство, именно правящая клика Кочиньского, Дуды, Моровецкого фактически проигнорировала эту годовщину летом 2023 года, сведя все с каким-то формальным акцием, что вызвало в польском обществе критику. Вот это разочарование, понимание того, что нет никакой программы будущего, кроме войны, и привело к отходу от права и справедливости избирателей. В последние месяцы, в последние недели, благодаря вот этой черной пропаганде, нагнетанию шовинистических настроений, им удалось перетащить избирателя, но не у либералов, но не среди сомневающихся. Я напомню, что по опросам накануне голосования до 50%, 45% поляков не знали, за кого дать голос. Они в этом избирательном бюллетене не видели тех партий, тех лидеров, которым они готовы доверить. Поэтому они голосовали протестно, они не поддержали Тузка. У нас нет никаких людей на отношении Тузка. Они не поддержали третий путь, они не поддержали Левицу. Они голосовали против Качинского, потому что он обрыдал польскому обществу. Качинский абсолютный рекордсмен по антирейтингу в польском обществе. Его большинство поляков просто ненавидит и не хочет его видеть во власти. Это было голосование против него. И это свидетельство очень глубоких и долгосрочных процессов, которые происходят в польском обществе. И дай бог, чтобы польское общество пришло в итоге спустя многие годы к осознанию своего подлинного места в Европе, в мире. Какое это место? Не нам навязывать, полякам, это представление. Они сами должны к нему прийти. Но оно точно не такое, каким рисуют вот это правящее, воинствующее клика, еще раз могу назвать фамилии этих трех абсолютно тупиковых политиков, которые привели к Польше к тому состоянию, в котором она находится, Дуда, Моровецкий и стоящий за ними кукловод Качинский. Может быть, третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом? Если они начнут с Ираном воевать, уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну, чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты? Положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензий на основе каких-то фактов. Это чрезвычайно сложный и запущенный вопрос. Вот то, что сейчас происходит, это было заложено во время всех арабо-израильских войск, начиная с 1948 года, когда решение Организации Объединенных Наций об образовании двух государств, палестинского и еврейского, не было выполнено. То есть Израиль захватил территорию палестинского государства. Естественно, тогда появилось большое количество беженцев, воспиталось большое количество мстителей, людей хотели не только вернуть свои территории, но и отомстить Израиль за то, что он захватил эти территории, убивал арабов и так далее. То есть время, которое проходило, оно прошло не просто так. Генеральный секретарь Объединенных Наций сказал, что не в вакууме этот конфликт происходил, надо смотреть бэкграунд, что было в прошлом. А в прошлом вот эти все жертвы, страдания палестинского народа воспитали мучеников, людей, которые готовы быть маджахедами, то есть готовы быть жертвенниками, взрываться вместе с израильскими солдатами и так далее. И, конечно, чтобы решить этот вопрос, надо вернуться к истокам. Конечно, в одну и ту же реку нельзя вступить дважды, но надо попытаться решить вопрос создания двух государств, палестинского и еврейского. Но на пути этого стоит Израиль, понятно, он захватил весь Иерусалим вместо половины, которую мы выделяли, он захватил значительную часть палестинского государства, оставь только крохи. Вот. Кроме того, на палестинских территориях еврейские поселения, там территория захватывается. Понятно, что он не будет отступать, но его подкрепляют Соединенные Штаты, где очень сильно еврейское лобби это раз. Ну и кроме того, некоторые партии, круги, например, демократической партии, связывают свой политический успех с успехом Израиля в этой операции. И они считают, что если не получилось, так сказать, одержать победу на Украине, то здесь, против слабых палестинских вооруженных формирований, под покровительством США, Израиль достигнет военного успеха, и Байден въедет в следующий президентский срок с лаврами победителя. Но мы видим, что ничьи расчеты не оправдались. Ничьи. Говорят, что Нетаньях стоял у истоков операции 7 октября. Для того, чтобы удержаться у власти, они допустили вот это проникновение террористов. Но никто не думал, что столь разрушительными окажутся эти диверсионные действия. Точно так же Соединенные Штаты не думали, что столкнуться с единством арабских государств и так далее. То есть планы всех государств, всех участников ближневосточного вопроса потерпели крушение. Сейчас событие развивается стихийно, неуправляемо. И еще одна тенденция. Кто возьмет на себя роль лидера арабского мира? Турция заявила, Эрдоган сказал, что мы придем ночью, мы придем к вам ночью. Если вы не утихомиритесь, мы придем к вам ночью. Это явная угроза. И после выдачи таких авансов, ему придется ставки повышать все больше и больше. И кто-то говорит уже о том, что Турция может вступить в вооруженный конфликт с Израилем. Ну, я маловато в это верю, конечно. Но здесь Турция конкурирует со своим вечным оппонентом, с Ираном. Иран хочет возглавить. И он до этого практически номинально возглавлял многие радикальные течения в мусульманской мире. И теперь эти два государства претендуют на роль лидеров. На роль, чтобы возглавить антиизраильское, антиамериканское движение в арабском мире. Если они будут конкурировать, так сказать, мешать друг другу и ставить подножки, это хорошо для США. Но если они объединятся, а есть такая, в общем, возможность, что они согласуют свои действия и выступят с единым фронтом, и тогда Соединенные Штаты столкнутся с очень серьезным врагом, с очень серьезным вопросом. И четырех авианосцев, и 20 миноносцев не хватит, чтобы, так сказать, решить этот вопрос. События совершенно непредсказуемо могут развиваться. Единственный выход, и президент наш правильно сказал, и Путин говорит, единственный выход сделать дом для палестинцев, государство. Что касается белорусско-насих отношений, тут даже обсуждать нечего. Мы действуем как единое целое, и будьте уверены, что Беларусь будет привержена именно этому принципу, как бы не пытались нас тут свернуть накануне парламентских выборов. По поводу провокации, мы регулярно получаем информацию о готовящейся провокации, благо, и наша разведка действует достаточно оперативно, это и что можем ожидать вплоть до вооруженных каких-то провокаций на границе, попытки информационного воздействия, дезинформация нашего общества, активизация оставшихся спящих ячеек, хотя борьба с ними продолжается. Ну, еще раз говорю, пока вот на данной этапе мы информацию получаем своевременно. Наши спецслужбы, чем-то они делятся в том, что и с экспертным сообществом, мы видим то, что происходит, безусловно, полностью в курсе дела глава нашего государства, и что позволяет своевременно принимать решения по купированию этих угроз. Выборы пройдут в обстановке такого общественного политического подъема. Ведь как происходило? Вот эта попытка госпереворота безусловно привела, мягко говоря, к интересу политики. в 2020 году мы видели примерно с старта ковидной пандемии, затем лето, осень, пик, 2021 год, в конце 2020-го стала происходить резкая консолидация патриотических сил. Мы увидели, как по-новому заработали наши средства массовой информации, появились общественные активисты, новые инициативы, партии, даже либеральные, демократические, коммунистические, заработали по-новому, более активно, включилась Белая Русь, профсоюзы, появились патриоты Беларусь, я могу этот список продолжать. Дальше 2021 год, когда уже ушла фаза открытого такого противостояния на улицах, гражданского, слава богу, что своевременные действия власти позволили предотвратить сценарий гражданской войны или внешней агрессии, что реально было возможным, к сожалению. Так вот, сняли, и где-то с середины 2021 года мы стали увидеть угасание интереса к политике. Обсуждение Конституции, это конец 2021 года, 2022, референдум, снова всплеск, затем специальная военная операция, это, конечно, определенная тревожность, сопереживание той же Российской Федерации с тем, чтобы поскорее наступил мир, наступила победа и сопереживание украинскому народу нормальным людям, которые, к сожалению, оказались во власти вот этого киевского режима, марионетки Запада. Потом снова такой вот спокойная работа законодательном уровне, принятие закона Всебелорусскому народному собранию, гражданскому обществу, политических партий, перерегистрация политических партий. Теперь у нас их четыре, реальных действующих, которые могут упираться на значительную поддержку общества. Все это предполагает проведение выборов по такому цивилизованному сценарию. То есть у нас есть партии, у нас есть беспартийные кандидаты, у нас есть крупные общественные объединения, готовые обеспечить контроль и затем и принять активное участие в формировании Всебелорусского народного собрания. Говорит о том, что выборы пойдут на основе признания конституционного строя, достижений Беларуси, периода суверенного развития, вместе с тем дискуссионного, критического, порой, возможно, и это нужно, острокритического разбора и каких-то недостатков, которые у нас имеются. И здесь очень важно, что мы выборы и в местные советы, и в парламент проводим по мажоритарным округам. То есть это дает возможность кандидатам от разных политических сил, находящихся в законном, легальном, конституционном поле, вести дискуссию по актуальным проблемам реальных граждан, отвечать на их вопросы. И затем, получив от них наказы и одержав победу в конкурентной борьбе, придя в парламент, в городской, областной, районный, сельский совет, реализовывать эту программу. И сейчас это вот момент ответственности каждого гражданина. Власть создала условия, власть обеспечила безопасность, власть обеспечила правовую базу. А теперь каждый из нас должен ответить на вопрос. Те вопросы, которые президент задавал еще несколько лет назад. Готовы ли мы платить за независимость, за суверенитет и безопасность? Платить не только деньгами, платить прежде всего ответственностью и участием. И каждый сейчас, накануне этой кампании, должен ответить для себя на эти вопросы. Первое. Хочет ли он и может ли быть депутатом? То есть, готов ли он принять это ответственное решение, пойти в политику? Второй момент. Готов ли он, может ли он на основании вот этого нашего конституционного поля принять участие в организации выборов, будь то избирательная комиссия или же наблюдение общественное? Следующий момент. Готов ли он, может ли, будучи членом крупных общественных организаций, принять участие в формировании Всебелорусского народного собрания? Если вы посмотрите, какое количество людей будет у нас избрано, делегировано в эти органы, увидите, что это массовое политическое участие. И следующий вопрос. Даже если мы просто идем на избирательный участок и голосуем, это уже ответственный гражданский поступок, потому что в данном случае важен голос каждого. И эта компания является для белорусского общества, для каждого из нас, тут важно подчеркнуть здесь, для каждого из нас, экзаменом на гражданскую зрелость. Как мне кажется, на основании в том числе вполне объективной информации, социологической, белорусское общество к этому готово. Но в любом случае, ведь каким бы ты ни был отличником, как бы ты ни успевал, экзамен все равно это волнительное дело. И, безусловно, хочется верить в то, что наше общество пройдет этот экзамен достойно. Ситуация катастрофически быстро и меняется быстрыми темпами. Шавкат Мирамонович, вам об этом говорили около часа только что. Очень меняется и появляются все новые и новые вызовы. Возьмите Ближний Восток. И они уже не только нас встряхивают, они уже встряхивают весь мир. Дай Бог остановиться, чтобы к Третьей мировой войне не подойти. Скажем так, Армения уже стала проблемным регионом. когда неправильно себя повела в Карабахской войне. Когда Армении предлагали выход. Была Минская группа по Армении, которая эти все долгие годы пыталась найти развязки этого вопроса. Суть-то в том, что когда была война за Карабах, первая война за независимость Карабаха, тогда армянские вооруженные силы захватили 10 районов населенных чисто азербайджанцами. Это был коридор из Карабаха в Армению. Оттуда было 800 тысяч беженцев. И предлагалось на переговорах Минской группы выгодное решение, что 5 или 7 районов Армения уступает, остается коридор, и за это Азербайджан обещал 10 миллиардов долларов. Явно, конечно, эти цифры не звучали, но практически все эксперты эту цифру называют. То есть компромисс. Алиев предлагал компромисс. Но опьяненные своей победой армяне отказывались идти на этот компромисс. И когда им говорили, что вы будете делать, когда Азербайджан соберет силы и пойдет отвоевывать свою территорию? Они говорят, воевать. Но все эти годы, которые прошли с 90-х годов по 20-й год по конфликт, 20 лет, значит, Армения потеряла даром из-за взяточничества, самоуспокойности, шепкозакидательства и колоссальной коррупции внутри страны. И в результате Азербайджан, униженный поражением, он собрал мощнейшую армию, он закупал оружие в Израиле, он закупал оружие в Российской Федерации, он закупал оружие в Беларуси, что не запрещается. Кстати, мы полонезы предлагали и Армении, Армения высокомерно отказалась, а Азербайджан нет. И в результате, конечно, вот такой неправильной политики Армения потерпела поражение. Ну и кроме того, они не отказались признавать какой-либо статус за Карабахом. Вот когда Российская Федерация решала вопрос с Донбассом, они признали независимость, может быть, единственную в мире Донецкой и Луганской республик. Потом подписали с этими независимыми государствами соглашение о взаимной помощи, предполагавшее военную помощь, и стали решать вопрос. По такому же лекалу должна была действовать и Армения. Признать независимость, заключить соглашение, и тогда государство ДКБ, которое является союзниками Армении, они могли бы ей оказать прямую военную помощь. Вот эта двойственная позиция на следствие влияния западной армянской диаспоры. Армяне это вторая после евреев разделенная нация, где больше людей армянской национальности проживает за пределами Армении, чем в самой Армении. Причем очень большая диаспора находится в Ливане, во Франции и самое главное в Соединенных Штатах. Очень влиятельная армянская лобби. Есть даже миллиардеры, знаменитый Кирк Киркарян, являющийся ведущим акционером Дженерал Моторс, он армянин. И в общем вот такая оппозиция, она сказывается и до сих пор. Кому выгодно, вот нас с россиянами упрекают, нам выгодно Украина отошла на второй план. Слушайте, ну давайте откровенно, то, что про нас начали меньше говорить, ну наверное неплохо, но не такой же ценой. Люди гибнут, что мы радоваться будем. А давайте возьмем дальше эту логику. Кому выгодно, а что американцам невыгодно? У них выборы, в Украине они обкакались и очень прилично. И выборы, и Украина не получается, надо как-то перейти на другое поле. Вот оно, тихонько перейдем туда. Там проще. Там же не против России ядерной державы воевать. Там будет проще. Пока. поэтому им это выгодно. Нас требует займите какую-то позицию. Наша позиция проста и ясна. Она состоит из нескольких тезисов. Первое. У нас вызывает боль и сочувствие страдания людей, слезы ребенка, смерть людей, смерть детей, которые мы видим тысячами, вне зависимости от их национальности, от их религии. Это наш подход. Второй момент. Главной причиной любых эскалаций в этом регионе является невыполнение решений Организации Объединенных Наций еще 40-х годов, которая многократно после этого подтверждалась и которая лежит в основе всех мерных планов по Ближнему Востоку, это создание двух государств. Еврейского государства Израиль и Палестинского. Только это может привести к долгосрочному урегулированию ситуации. Следующий тезис. Главную вину за конфликты по всему миру и особенно в этом регионе несут Соединенные Штаты Америки. Вне зависимости от того, знали они об этой вылазке, управляли они, я в это не верю, кстати говоря, то, что знали, могли знать, но то, что управляли абсолютно я не понимаю кто, как это, механизм пусть покажет, знаете, это сделал американский ВПК. Ну вот скажите, как вот владелец Локхит Мартина или какой другой компанией управлял тем, что вот Хамас 7 октября совершил, Израиль ответил, то, что у них выросли акции, ну выросли, но это не значит, что они прямо в этом участвуют. Поэтому эти все конспирологические теории, или те, которые популярны на Западе, что это все сделал Иран, это все сделала Россия, еще кто-то сделал, это произошло потому, что там конфликт не урегулирован, и главную ответственность за это несут Соединенные Штаты. Почему? Если до 91-го года основной тезис, сейчас вы можете это встретить во многих публикациях по истории международных отношений или ближневосточному конфликту, говорят о том, что противостояние двух держав, двух полюсов запада в виде США и востока в виде Советского Союза приводило к тому, что конфликт не урегулировался. С 91-го года США взяли на себя всю ответственность, и были заключены соглашения в ОСЛ, и получена Нобелевская премия. И где все это? Где урегулирование? Почему США не сделали последний шаг к тому, чтобы в этом регионе наступил мир? Все карты, все ресурсы, все возможности были у них. Администрации меняли одна другую, демократические, республиканские, и потом снова возвращались демократические. Но ничего не происходило. Американцы влезали в конфликты по всему миру, от Балкан до Юго-Восточной Азии, им дело до того, что происходит в Тайване, которое они признают частью Китая. Почему же вы здесь не урегулировали ситуацию? Почему государству, которое является вашим главным союзником на Ближнем Востоке, вы не принесли мир? При том, что рядом Иордания это ваш союзник, при том, что рядом Египет ваш союзник, Саудовская Аравия это ваш союзник. А выясняется, как сказал посол Катара в США, что это Соединенные Штаты попросили ДОХу поддерживать контакты и помогать Хамасу. Для чего? Для того, чтобы, может быть, США были нужны региону? Для того, чтобы, если там наступит мир, их роль Вашингтона, как такого универсального арбитра, потеряет свою значимость? В этом есть резон и это мы понимаем. И вот, исходя из этой манипулятивной игры на Ближнем Востоке и основная мы делаем вывод, что основная ответственность лежит на Соединенных Штатах. И это, кстати говоря, одно из свидетельств кризиса однополярного мира. США провозгласили всей планете. Они берут на себя ответственность за безопасность, устойчивое развитие, отсутствие войн, борьбу с терроризмом и с этим лидерством не справились. Ну, если вы не справляетесь, это один из американских принципов. Если ты не можешь быть лидером, значит, ты должен уступить место лидера. Время пришло. Опыт современной войны, он полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо. Связ, разведка, беспилотники, ударные беспилотники в том числе, ну и вот активная защита. Сегодня воевать без беспилотников невозможно. И второе, нужно обеспечить импортозамещение. Одно время, вот, скажем так, в первый период развития белорусской беспилотной авиации, которую условно можно так определить как 2009-2018 годы, у нас шло как бы соревнование между творческими коллективами на предмет количества созданных моделей беспилотников. И было такое конкуренция, соревнование, и в общем это, наверное, был полезный период. Это было наработка опыта, создание творческих коллективов, отчасти создание производства комплектующих и так далее. но долго длиться это невозможно, не должно было, необходимо было отобрать энное количество экземпляров, обеспечить их техническую подготовку и обеспечить их комплектующими и начать серийное производство. И в общем мы с этим периодом, я думаю, затянули, потому что не было, так сказать, практического опыта, не было указателя, вектора, которых были идти туда. И вот сначала мы увидели применение в Карабахе Байрактар. Но это, так сказать, было ложное направление, потому что армянская сторона не располагала настоящей системой противовоздушной обороны. Специальная военная операция показала, что нужны совершенно другие, вернее, Байрактары тоже нужны, как разведчики, но в зоне боевых действий они не могут выживать. Нужны совершенно другие летательные аппараты. Президент Лукашенко в прошлом году на полигоне посмотрел целый ряд пригодных для серийного образцов и дал команду готовиться к их серийному производству. И поэтому у россиян, конечно, высокоразвитые сейчас беспилотники, но у нас должно быть собственное производство. Из белорусских комплектующих. у нас достаточно промышленных предприятий, которые могут выпускать все виды комплектующих для данных беспилотников. И электронные микросхемы, и оптика, электронное оборудование, и средства борьбы с радиоэлектронным оружием, и так далее. Ну и боеприпасы. У нас завод в Дзержинске, завод точной электромеханики, выпускает и корректируемые авиабомбы для беспилотников, и ракетное оружие пригодное для них. Вот таким образом, я думаю, что работа сейчас в этом направлении кипит. Просто из соображений секретности нам не доводят всей информации. Потому что признак такого затишья является следствием того, что идет глубинная творческая работа, на выходе которой будет оснащение всех наших частей и подразделений и даже взводов и отделений беспилотными летательными аппаратами, которые будут помогать выполнять им тактические, оперативные и стратегические задачи. Ринулись в Африку и мы обнаружили, что нас там ждут. Они очень сейчас боятся освободившись от этих колоний от колониального ига, чтобы их снова кто-то не поглотил. Они к нам с экваториальной Гвинеи в последний раз был здесь президент. Кстати, экваториальная Гвинея очень богатая, богатейшая. Страна небольшая, но очень богатая. Рядом с ними Нигерия. 220 миллионов человек. А мы через них можем зайти в Нигерию. Здесь тоже иногда противник пытается вбросить, сыграть на стереотипах. Возможно, у некоторых людей есть, что Африка это некий отстало-бедный регион. Да, много где такого есть, но Африка очень серьезно сделала рвок в своем развитии последние годы. Растет благосостояние, впервые увеличилось количество людей, живущих вне голода, живущих достаточно зажиточно даже в некоторых странах. Возьмите ту же экваториальную Гвинею, но если взять ВВП на душу населения, одна из богатейших стран Африки, это природные ресурсы прежде всего. Поэтому не надо воспринимать Африку, как некоторые до сих пор делают, как такой, знаете, бедный регион. Тем более быть последователем таких неоколониалистских российских теорий, которые исповедуют и наши беглые, в том числе и русские неолибералы, ну, вряд ли, значит, ну, российские, наверное, правильно и говорить, вот эта вся эмиграция, когда говорят, ну, что вы в Африку и, ну, ну, говорите. Они пытаются скатиться в какие-то российские шаблоны. Нет. Будущее не за Европой, будущее вот за этими новыми, быстро развивающимися регионами. Поэтому важно вовремя туда прийти, как мы вовремя пришли благодаря Александру Лукашенко еще в 90-е годы в Китай. И сейчас нам очень серьезно помогают, очень. Вот те отношения, которые выстраивались годами. Мы можем много что предложить, и легкой промышленности, и участие в горнодобывающих проектах, много-много-много. Если мы будем вступать в кооперации с Россией, в кооперации с Китаем, можно добиться еще больше. Потому что Китай сейчас главный игрок на африканском направлении. Другое дело, то даже не только Африки это касается, насколько мы поворотливы. Президент обозначает вектор, обеспечивает его своей политикой, встречами на высшем уровне. Он просто говорит, занимайтесь. А наш директорский корпус, наш бизнес, государственный и частный, ректорский корпус, средства массовой информации. Мы готовы обеспечивать этот курс для того, чтобы быть успешным на рынке. Я бы здесь даже согласился с нашими критиками. Давайте посмотрим на товарооборот со многими странами, которые мы определяем как стратегические. Он пока недостаточный. Недостаточный. Это даже зачастую не десятки миллионов долларов. Миллионы, если брать с долларом эквиваленте. Нам надо резко наращивать это направление. Посмотрите, каких успехов мы добились на российском направлении, на китайском направлении. А платиноамериканское, а ближневосточное, а африканское, которые были заброшены долгие годы. Вот мы говорим об успехах наших, нашего внешнеполитического ведомства на западном направлении в десятые годы. Но ведь давайте говорить о цене, которую мы за это заплатили. Это резкое падение сотрудничества со многими этими регионами. С латиноамериканскими странами, с Ближним Востоком. И сейчас нам кое в каких странах надо все заново фактически начинать. Это займет годы. Нам нужно растить кадры, потому что нам необходимы люди, понимающие регион, знающие, как вести дело. Кавалерийским наскоком уже ничего не получится сделать. Тем более, если мы говорим о долгосрочном сотрудничестве. Африка открыта к Беларуси, если говорить об этом континенте. Но должна быть конкретная программа действий. Подготовка кадров, понимание менталитета, реклама, если угодно, наших услуг. Пока во многих африканских странах мы не ассоциируемся, пока не ассоциируемся с лучшими тракторами, с лучшими комбайнами, с лучшими докторами. Хотя это все у нас есть. Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим. В том числе и потому, что есть вы. И за вас я несу персональную ответственность. Ну, я имею в виду те сторонники, которые сделали ставку на президента. В том числе и силовики. Я за вас отвечаю. Вы мои дети. И я, и все мы вот никому не позволим страну раскачать. Это наша страна. Те, кто раскачивают, знают, к чему это проведено. Если мы будем проявлять благодушие, если считать, что все в порядке, меня лично напрягает сейчас тишья вокруг Беларуси. Как будто все про нас забыли. И Украина к нашей границе отводит на отдых 120 тысяч военнослужащих, которые здесь отдыхают, пополняются и готовятся к другим боям, потом идут на Донбасс. Сейчас все тихо. И вот это напрягает больше всего, потому что, как мне представляется, враг всегда бьет там, где неожиданно. Там, где мы его не ожидаем. Поэтому я думаю, что готовятся, готовятся и на скрытая сейчас идет борьба. Идет скрытая борьба между нашими силами спецопераций и специальными силами КГБ и МВД и теми, кто собирается использовать электоральную ситуацию для раскачивания ситуации. Конечно, сейчас внутри страны эти силы обескровлены, загнаны под плинтус, как говорит президент, но большое количество людей, которые участвовали в протестах и которые не согласны с тем, что произошло, не согласны с существующим порядком, с конституцией, с законодательством, со способом правления, они, эти люди имеются на такую большую, большую страну, как наша, все-таки по-европейски она не маленькая, если мы возьмем многие центральные европейские страны, то они гораздо меньше, найдется может быть десятки и сотни людей, которые, ну, если не готовы открыто выступить, но в случае, если начнется такое выступление, могут присоединиться, и поэтому я думаю, что конечно такие попытки будут, тем более, что Беларусь находится на западном стратегическом направлении, прикрывает, ну, Лукашенко говорит, спину Российской Федерации, ну, я бы так сказал, грудь Российской Федерации, грудь Российская, Россия повернулась на юг, на Украину, но кратчайшее стратегическое направление с запада на восток лежит через Беларусь, и кроме того, если мы посмотрим на географию, то есть, как говорится, северная болотная страна, это там Витебская область, север Минской, и южная, скажем так, условно-болотная страна, это Полесье, где озера, болота, поймы рек, а основное это движение, основная магистраль, это раньше была Москва, Варшава, Берлин, и это направление остается стратегическим, и именно для этого президент приказывает строить укрепления, которые должны перекрыть пути возможного движения, ясно, что если враг будет наступать, то он будет наступать по твердым дорогам, где не по болотам, а их количество ограничено, и их можно перекрыть укрепленными районами. Обстановка в мире накаляется, ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны, Соединенные Штаты Америки и Запад, постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше. Наш ответ один, мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам. Есть ряд любопытных моментов. Прежде всего, это опыт работы в очень жестком санкционном режиме, который есть у Ирана. И это важно. Иран добился просто огромных успехов, несмотря на санкционное давление в развитии той же науки оборонного комплекса. Кстати, в оборонном комплексе у нас может быть серьезная кооперация. И такие договоренности, насколько я понимаю, есть сейчас. Это совместные инновационные разработки. Потому что очень много идей есть у того же Ирана в науке и у нас. И нам просто иногда не хватает этого соединения. Я убежден, что оно может принести положительные результаты. это внешнеполитическое сотрудничество, раз мы вместе идем в такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества, другие важные, уже не только региональные, но и планетарные объединения. координация усилий всегда позволяет лучше обеспечить нашу позицию. Это в том числе, я бы не исключал, и инвестиции. В Иране есть деньги, деньги, которые готовы вкладывать перспективные проекты. Это безусловно логистика. Путь север-юг очень интересный для Беларуси, которая к теплым морям лежит через Иран. Это сотрудничество в тройки Беларуси, Россия и Иран. И Беларусь, Иран, Китай. Все это в совокупности позволяет нам говорить о серьезнейших перспективах. У нас был определенный рывок в нулевые годы, затем во второй половине десятых годов и накануне ковида были неплохие результаты. Сейчас речь не идет даже о возвращении к этим результатам. Мы должны выйти на качественно новый уровень товарооборот. Но еще раз это поворотливая сейсмикалка, которая необходима нашим финансистам, нашим производителям, нашим продавцам, нашей системе образования. Если мы говорим об экспорте образовательных услуг, хотя это слово не очень люблю, но когда мы говорим о привлечении тех же иранских студентов, наше медицинское образование, военное образование, техническое образование, инженерное в том числе, очень востребовано будет Иран, пользуются спросом. Все это мы должны делать, но и сами учиться. Иран это уже не та страна, которая была 40 лет назад. Иран это обновленное общество, общество со своеобразной политической системой, исламской демократии фактически, исламской народовластии, как бы там Запад не критиковал, но мы видим, мы хорошо уже знаем политическую систему Ирана. Иран это крупный игрок в регионе. Через Иран мы можем заходить на целый ряд ближневосточных рынков. Иран, который улучшает свои отношения с соседями, где-то при поддержке Китая. Иран, который прорвал внешнеполитическую изоляцию. И эта страна безусловно нам интересна. Интересно, Иран это один из лидеров вот этого нового многополярного мира. Ставит ли США перед собой задачу втянуть Иран в войну? Здесь есть некоторый любопытный момент. Во-первых, демократическая администрация, сейчас у власти демократическая администрация, как бы так сказать аккуратнее, более лояльна к Ирану, чем республиканская. Байден еще накануне выборов 2020 года заявлял о том, что Трамп как раз может скоститься к войне с Ираном. И, кстати, это было возможно на определенных этапах. Сейчас мы видим, как Иран проводит сбалансированную политику, он не идет на эскалацию в условиях вот этого конфликта вокруг сектора газа. Да, есть риторика, есть идеология, а есть еще интересы Ирана. И у Ирана все хорошо сейчас на внешнеполитическом контуре. Ему втягивание в горячую фазу конфликта с ядерным компонентом, обмен ударами не нужен. И мы видим, как иранская дипломатия делает все, чтобы избежать этой острой фазы. На самом деле. Он готов себя защищать, он не прощает тех ударов, которые могут наноситься по его территории, по территории его союзников, но делает это взвешенно, точечно. И это определенные изменения политики Ирана. Мы это видим, в мире это видят. Это приводит к укреплению авторитета Ирана, в том числе и в европейских странах. Не замечать это нельзя. Я думаю, что иранскому руководству удается и должно удастся в дальнейшем соблюсти вот этот баланс идеологий, национальных интересов, повышения своего авторитета и военной безопасности в регионе в целом. То, что американцы там поставляют атаку с ракетой этим украинцам, они должны понимать, что они эскалацию осуществляют в этой войне. Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе, поэтому нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в этом вот горячем котле не противодействия, а страшной смертоносной войны. Наши эксперты сравнивают их с советской ракетой Точка-У. Оперативно-тактическая ракета дальностью Точка-У где-то 120 километров, это Атакамс 160 километров. Значит, у ней, у этой разновидности имеется кассетная боевая часть, она может быть как противопехотной, так и противотанковой. Американцы их применяли в конфликте в Ираке в обеих компаниях. Есть информация, что применяли против маджахедов в Афганистане, но некоторое время назад они этот класс ракет сняли и отправили на хранение. Сейчас они используют ракеты Атакамс с дальностью порядка 270 километров с моноблочной боевой частью с осколочно-фугасной. Значит, хотя, когда снимали, говорили о том, что они международное соглашение соблюдают о том, что негуманные кассетные боеприпасы, но скорее всего, значит, кассетные боеприпасы совершенно не годятся против хорошо укрепленного противника, который находится в заглубленных сооружениях, в дотах, дзотах, перекрытых щелях, блендажах и так далее. для этих целей необходимы боеприпасы с высокой проникающей способностью. Прежде всего, у них должна быть соответствующая боевая часть обладать прочностью, плюс замедлитель взрывателя, он должен взрываться после проникновения в землю на определенное число метров. То есть, пробить крышу блиндажа и взорваться там. И поэтому американцы вот это вот со складов отдали украинцам и еще не только потому, что старье подлежащее утилизации, но и потому, что они все-таки опасаются, что украинцы могут ударить ракетами дальностью 270 километров, а говорят, есть и больше, по территории Российской Федерации. Но есть данные, что Российская Федерация, используя системы С-400 ЗРК, которые приспособлены для действия против оперативно-тактических баллистических ракет, успешно освоила борьбу с этими ракетами. Я думаю, что на Украине, так сказать, они сейчас считают, что им терять нечего. Вот эта вот атака против хранилища радиоактивных отходов на Курской атомной электростанции, когда дрон врезался прямо в стенку хранилища, но другое дело, что, чтобы разрушить такое хранилище, нужно специальный бетонобойный боеприпас большой мощности, и то не факт, что он пробьет, но сам факт, то, что они провоцируют вот такой инцидент с радиацией, это говорит о многом. Они могут грязную бомбу создать. Украине сейчас терять нечего, поэтому возможны всякие удары для того, чтобы нанести ущерб, может быть, даже неприемлемый для Российской Федерации, но чтобы прежде всего был информационный большой очень отклик, чтобы в информационном пространстве это прозвучало, этот взрыв был колоссальным, может быть, ущерб будет не таким большим, но информационный, прежде всего для того, чтобы российские граждане посчитали, что родное государство не может их защитить. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова